Особую дань в эти дни мы отдаем тем, кто участвовал в боях за освобождение Анапы, кто трудился в сложное военное время на полях, в Телу, кто возрождал город из руин после войны. По инициативе мэра Анапы учреждена памятная юбилейная медаль – 70 лет со дня освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков, которая будет вручена в День города ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также нагрудный знак. Его удостоятся жители, которые занимаются общественной и исторической работой. Анапа является уникальным городом во многих отношениях. Это замечательный семейный курорт. Это город, где много солнечных дней в году. Это город тружеников. И это город, который любит своих земляков. За активную жизненную позицию и плодотворную общественную деятельность на территории муниципального образования и в связи с празднованием Дня города благодарственных писем главы города-курорта были удостоены председатели домовых и квартальных комитетов территориального округа «Южный». С праздником добрых соседей анапчан пришли поздравить именитые гости – артисты театра и кино. Народная артистка РСФСР, лауреат национальной премии «Золотая ветвь» телевидения ГДР Лариса Лужина. Ее семья пережила страшные годы блокады. Впервые маленькая Лариса вышла на сцену в Кузбассе, где прочла стихотворение «Исповедь танкиста», чем растрогала всех присутствующих в зале. Мы благодарны тем людям, которые действительно сидят здесь с орденами. Благодарны им за то, что они завоевали нам право сегодня действительно выходить на сцену, разговаривать, жить, дышать, радоваться нашим детишкам великолепным. Спасибо вам огромное. Жители города также поздравили актеры Павел Сборщиков, известный зрителям по фильмам «Дикари. Дальнобойщики». Владимир Литвинов, сыгравший в фильмах «Телохранитель», «Знахарь», «Афганский призрак». Во время съемок «За все заплачено», проходивший во время войны в Афганистане, он был тяжело ранен. Поздравляю с Днем города, с памятью о тех страшных временах, которые переживали мы в середине 20 века, во Второй мировой войне. Будьте здоровы, дай Бог вам всем здоровья, и чтобы над Анапой было всегда мирное небо. Своё мастерство продемонстрировал профессиональный танцор, актер театра и кино Александр Ивашкевич. Музыкальные подарки подарили и творческие коллективы города и района. Светлана Авилова, Артём Зиборов, Анапрегион.